Добрый день, любители бокса! Без бокса и бога, без бога и бокса мир погибнет. Запомните это раз и всегда. Сегодня произошло интересное событие, о котором все говорят. Бой Джошуа и Руиса. Ну, все видели этот бой. Очень интересный бой, и меня очень он порадовал. Потому что я задолго до этого боя, перед боем по Веткиным, Джошуа с Поветкиным, я уже давал свои комментарии на тот счет, что если Поветкин бы готовился, ну, допустим, со мной, все то же самое мог сотворить бы Поветкин. Все пояса вот эти вот Джошуа остались бы в России. И Поветкин, конечно, обеспечил бы себе хорошую, хорошую, надежную старость. То есть обеспечил бы себе материальной подушкой безопасности. Куда смотрят боксеры? О чем думают? Куда смотрят их промоторы? Куда смотрят их менеджеры? Вот, пожалуйста, вот бой. Руис. Ну, видно, что пьяница, видно, что пиво бочками пьет, толком не тренируется. Но его храбрость, его смелость как раз и сочеталась с той тактикой, которую надо было проводить именно с Джошуа. Не всякой особой, похожей подготовки. Толстый, обрушенный, мало тренированный. Жестоко избивал этого Джошуа, вот, как мешка. Все мы это видели. Огромное преимущество этого Руиса. И Джошуа вообще не было видно в этом бою, невзирая на его могучие мышцы, на его атлетизм и так далее, и так далее. У Поветкина шансы были намного больше. Вот что меня очень огорчило, расстроило, что эти пояса бы могли прийти не в Мексику, а в Россию. Почему так мы не любим Россию? Почему мы так за Россию не болеем? Почему мы не понимаем, что любой командир, любой командар всегда думал, искал рациональные пути к победе в любом сражении. Но здесь Поветкин знал, что он будет боксировать с Джошуа чуть ли не за год. Нашел себе тренера, который своими руками не подготовил ни одного разрядника. Как может человек, который отремонтировал самокат, ремонтировать Мерседесы там и так далее, и так далее. Да, Керпа хороший был боксер, но боксер и тренер совершенно разные вещи, я уже об этом говорил. Потому что боксер это водитель, а тренер это конструктор, это механик, это инженер, это совершенно разные вещи. Многие люди могут прекрасно водить машину, мало кто умеет ее ремонтировать. Так же и в сравнении в боксе боксеры и тренеры. Очень мне обидно, что эти пояса, хорошие пояса, ушли в Мексику, а не в Россию. У Поветкина был огромный шанс расправиться с Джошуа. Но его первая ошибка была Поветкина. Это он оденелся только на один удар. Такая же ошибка была и у Гассиева. Готовится к бою, ну как можно готовиться с таким же боксером, как Усик, или готовиться на один удар? Это такая примитивность. Ну сам-то боксер понятно, Бестович. Но тренера-то где? Где конструктор? Где они таких механиков находят? Что они понятны, что одним ударом не разберешься никогда с таким боксером, как Усик. А здесь Джошуа. Ну что, для Поветки это был подарок. Мы все видели, что какой-то толстяк, какой-то совершенно нетренированный. Видно, что из пирмушки не влазил. Нетренированный, забрал все эти пояса, легко и просто разобрался с этим. Потому что его просто хороший характер. У Поветкина тоже хороший характер. И физ подготовка, все хорошо. Просто надо было дать команду хорошую фас, к этому подготовиться хорошенько. Поднять руки, бить повторными, только повторными атаками. И без остановки. И ни одного шага назад. А он пробивал, что делал? Махнет один раз и попятился назад. А когда человек пятится, как Усикянс говорил, стал на пятки, все. Любой, кто даже бить не хочет и не умеет, у него руки сами будут вылетать в сторону противника. Очень мне обидно, что эти пояса не пришли в Россию. Так что вот я огорченный и радостный. Джошуа это не такой соперник, который я уже прогнозировал. Даже много скептизма было. Там как Джошуа, там Поветкин. Поветкин был, Джошуа разобрал его в клочья. Если бы правильно подготовился, дали бы мне Поветкин на полгода, и Джошуа остались бы в клочья. Он валялся бы на ринге, очень хорошо, плотно прижался бы к рингу. Это я гарантирую, если бы я этого не сделал, плюнули бы мне все нормы. Я за полгода Поветкин был бы готов от и до, чтобы расправиться, жестоко расправиться по-русски с этим Джошуа. Мы видели, кто такой Джошуа, сегодня все видели. Ну, многие-многие сейчас со мной согласны. Спасибо за внимание. Прошу принять это во внимание, что надо любить Россию. Когда готовимся к какой-то войне, Сталинградской, Курской битвы, там какую угодно, Джошуа, еще с кем-либо. Мы должны понимать, что за нами Россия, и готовиться к этому серьезно. Где промоутеры? Где менеджеры? Вы для чего созданы? Где ваш мозг? Вы же командиры. Почему вы не можете найти тренера? У нас масса тренеров в стране болтается без дела, опытнейших тренеров. Болтается без дела. Почему их не задействуют? Почему их не используют? Тянут непонятно кого. Человек, который в жизни не подготовил ни одного разрядника, готовит за чемпионский титул. Это же смешно. Все, спасибо за внимание. Думаю, вы все, многие, думаю, не все, конечно, у нас, к сожалению, как ее называют, страна дураков, вот, к сожалению, много будет несогласных, но, к удовлетворению моему, будет очень много своих сторонников. Я в этом уверен, многие меня поддержат. Спасибо за внимание. Пока же, что пусть.